Дискуссия А теперь все внимание на экран Позвольте представить вам модератора дискуссии, продюсера, основателя агентства «Боков Фэктори» Алексея Бокова. Добрый вечер. Здравствуйте. В Москве происходит работа по переосмысливанию инфраструктуры кино. Но при этом рост аудитории в кинотеатрах растет несоизмеримо вместе с ростом диджитал-аудитории. Аудитория смотрит теперь не только кино, но и активно смотрит сериалы. Аудитория активно вливается в ряды виртуальной реальности. И сегодня это неотъемлемая часть уже нашего контента. Сегодня у нас гости и участники нашей дискуссии. Я бы хотел представить, и каждый из них готовы сказать пару слов. Так, Кирилл, как ближе всего, сооснователь и программный директор фестиваля нового документального кино о музыке и современной культуре. Кирилл Сорокин. Добрый день. Спасибо, что пришли. Мы занимаемся, собственно, помимо фестиваля Бинфилл Тестивал, многими проектами в области документального кино, как дистрибьюторы, как люди, которые работают с этим контентом. И, в частности, до этой панели здесь показывался фильм, который подбирали тоже мы. В общем, мы занимаемся всем, что связано с документальным кино, вплоть до какого-то небольшого продюсирования. Но, по сути, наша главная амбиция и задача – это введение его на какие-то новые территории. Спасибо. Руководитель специальных проектов Центра документального кино и куратор фестиваля Центра фестиваля – Майя Акузина. Добрый вечер. Добрый день. Я представляю Центр документального кино. И мы, во-первых, существуем как независимая киноплощадка, принимая в своих стенах самые интересные кинопроекты, которые существуют не только в Москве, но и в России. Помимо этого, мы занимаемся дистрибуцией. У нас есть свой собственный фестиваль – Центра фестиваля, который посвящен городской культуре и жизни современного общества. А с этого года у ЦДК появилась еще и своя собственная стриминговая платформа, которая называется «Нонфикшн» и занимается продвижением также документального кино. Спасибо. Российский кинорежиссер, сценарист, продюсер, автор многих фильмов, призеров международных фестивалей и автор, режиссер, бесспорного лидера авторского кино в этом году, фильма «Довлатов» Алексей Ерман. Здрасте. У меня нет никакого фестиваля, нет кинотеатров, вообще ничего нет. Но помимо того, что мы делаем художественные фильмы, мы делаем какие-то документарии, начали делать год назад. Что-то получается, что-то не получается. Но тоже есть какое-то представление о том, как все должно выглядеть. Спасибо. Спасибо. Креативный директор проекта VR Ability, вице-президент введения игрового кино и телевидения, Георгий Малахов. Спасибо. Последние 10 лет я делал документальные программы Московского кинофестиваля, который с этого года призывал, что документальный фильм стал автоматически давать гарантию на прохождение блонд-биск, премию «Оскар». И 3 года назад я начал заниматься технологиями виртуальной реальности, создавать контент, демонстрировать контент. И нам удалось как провести российские работы на кинорынок в Канне, в Берлин и прокатить по всему миру, так и провести ряд мероприятий в России в формате таких поп-ап кинотеатров, в которых люди приходят, синхронно смотрят на 30, на 60, на 100 устройствах фильмы в формате виртуальной реальности. И вот в течение этого года, мне кажется, только 10 или 12 событий прошло уже, и еще столько же планируется по всей России. Спасибо. Руководитель сети кинотеатров Москино, прекрасная Светлана Максимченко, генеральный директор Москино. Добрый день. Москино управляет сетью из 13 городских кинотеатров, как Алексей сказал. Помимо этого, мы курируем городские проекты в сфере кино, разрабатываем их и проводим. Например, вот 25 августа в Москве пройдет акция «Ночь кино». Кроме того, мы с этого года запустили Московскую кинокомиссию, которая помогает организовать съемки в Москве. И мы надеемся тем самым облегчить кинематографистам съемки в городе. Спасибо. Один из самых ярких представителей «Черного зеркала» сегодня, если можно, руководитель продукта онлайн-сервиса «Амедиатека» Владимир Малышев. Спасибо. У нас есть две составляющие бизнеса. Это традиционный такой формат кабельные телеканалы, их четыре базовые и два базовых, два премиальных. И есть, собственно, стриминговый сервис «Амедиатека». Нам в этом году исполнилось, собственно, «Амедиатека» исполнилось пять лет. И пять лет назад мы сделали такую большую ставку на сериалы, которая, как, наверное, все будет согласиться, все-таки оправдала себя. Потому что производство сериалов состоит в масштабах таких нормальных голливудских фильмов. И, в общем-то, мы рады, что сделали эту ставку. Также в прошлом году мы, как, возможно, многие знают, включили большой-большой такой контракт с HBO и стали единственными официальными представителями HBO в России. И работаем теперь в кабренде «Хомов HBO». То есть все ваши любимые сериалы. Вы можете смотреть в «Амедиатеке», «Игра Бристовых», «Мир Дикого Запада» и так далее, так далее. Это да. Спасибо. Ну что, все представлены? Как я уже сказал в начале, тема все больше людей предпочитает смотреть онлайн. И, конечно же, нас очень волнует, как трансформируется индустрия кино в будущем. Победят ли новые технологии потребность в коллективном просмотре? Или же все-таки мы все уйдем в онлайн? Но начал бы я бы не с этого. А все же я бы хотел обратиться к ярким представителям не «Digital Natives», как мы сегодня выяснили, кто себя считает «Digital Natives», кто не «Digital Natives». Кино-миндустрия действительно меняется, но мы все еще помним. И давайте немножко погрузимся. Вот, Леш, я бы хотел обратиться к тебе. Вот какие впечатления это оставляло? Как это было? Поделись своими воспоминаниями. Как походы в кино и ощущения от просмотра фильмов тогда, и поменялась ли она сегодня? Нет. Ну, послушайте, я хожу в кино, как и все ходят в кино. Мне кажется, что это всегда была некая акция. Да? Как бы это всегда... Это всегда выход какой-то. Это всегда путешествие, так или иначе. Поэтому мне кажется, что поход и коллективный просмотр, акция, переживание, он всегда, как он всегда останется. Мы на протяжении столетия слушаем примерно одно и то же. Когда появился кинематограф, значит, пошли все разговоры, что кино убьет театр. Когда появился телевидник, пошли разговоры, что телевидение убьет в индустрию кинопоказа. Когда, значит, появился стриминговый история, все онлайн, пошли разговоры, что это убьет и телевидение, и кинопоказ. Ну, как бы, естественно, ничего подобного не случится, просто все будут видоизменяться, но все будут существовать параллельно. Поэтому для меня вот ощущение похода в кино не изменилось, как для того, что с рожденным моего детства кресла стали поудобнее и фильмы потупее. Светлана, мне хотелось бы с двух сторон. С одной стороны, услышать ваше мнение, действительно, все-таки впечатление и окунуть вас немножко в это. Но в 2017 году практически на 10,5% выросло посещаемость вообще кинотеатра. В вашем смысле у вас растущая очень сеть около 38% и 40% рост. Расскажите немножко, каковы изменения вы видите и что сегодня влияет на эти изменения? Я, наверное, продолжу немного про романтическую составляющую. Действительно, есть аргумент сохранения кинотеатров. Это коллективное переживание, темные залы, большой экран, погружающий звук. И, наверное, все и в нашей индустрии, и я читала много в американской индустрии, пытаются апеллировать к тому, что люди любят ходить в кино и будут любить это делать всегда. Нам бы тоже хотелось в это верить, и мы действительно делаем для этого много аналоговых проектов. Показываем старое кино, показываем кино с пленки, организуем встречи с режиссерами, со съемочными группами, с кинокритиками. Мы пытаемся создать эту атмосферу кинопросмотра еще более глубокой. А есть вторая составляющая – это эксклюзивность контента, который можно посмотреть в кинотеатре, который нельзя посмотреть в онлайн кинотеатре. Мы знаем, что в Штатах, во многих странах есть договоренность с индустрией между собой, что есть 90 дней между выходом фильма в кинотеатре и выходом его потом в онлайне. Понятно, что есть исключения, есть Netflix, конфликт. Мы знаем Netflix, в том числе и с Каннским кинофестивалем, когда Netflix отказал. Все больше и больше таких уже кейсов. Да. Кейсы есть, но пока индустрия работает так. А что вот немножко про Ваши киноформаты, вот эти советского наборки, показа? И в чем эксклюзивность контента? Это какие-то фильмы, которые нельзя не видеть нигде? Нигде они не отцифрованы, не выложены? Например, вчера мы запустили второй сезон проекта «Кино глазами инженера». Это наш совместный проект «Образовательный Москино» и «Москва глазами инженера». Вы знаете, такие экскурсии, лекции об архитектуре Москвы. Мы показываем в необычных местах кино с пленки, связанное с разными эпохами. Например, вчера на территории Культурного центра ЗИЛ мы показывали фильм «Москва» 1927 года. Это немое кино, мы делали киноозвучку. И действительно, эти показы у нас пользуются большой популярностью. Регистрация закрывается за несколько минут. Следующий показ у нас будет на крыше кинотеатра «Родина» и уже идет военная зарегистрация на этот показ. Мы показываем кино, которое действительно сложно где-то посмотреть. И более того, мы его сопровождаем лекциями и экскурсами по тем местам, в которых мы их показываем. Поэтому это добавляет эксклюзивность не только к кино-просмотру самому кино, но и вокруг него. Ну, лекционный формат и обсуждение – это такая уже немножко фестивальная история, на которую вылилась к нам. Я в этой связи к мае хотел бы обратиться, потому что Центр документального кино активно эту тему использует. И очень часто ваш контент тоже очень сильно зависит от оффлайна, от тех обсуждений, тех или иных действий, которые происходят. Вообще, расскажите немножко о подборе контента и что есть Центр документального кино, и какова политика контентного кинотеатра, и почему художественное кино живет в документальном так близко и так ярко, как и у вас. При этом прекрасные показы стоят из мультфильма, соединенные из новых мультиков и старых, и вы соединяете многие вещи интересные. Скажите немножко о вашей деятельности. Мне кажется, ЦДК очень хороший, очень классный, специфический пример того, каким образом вообще сегодня существует наша документальная индустрия, потому что мы, по сути, начинали исключительно как киноплощадка, и у нас изначально было пять сеансов в день, часть из них была документальная, но с самого начала мы решили, что мы будем принимать на своей площадке игровое кино, потому что независимых кинотеатров на так много, и важно давать возможность классным, фестивальным и оригинальным картинам находить своего зрителя, и понятно, что киносети могут не пустить какое-то кино, а мы все-таки площадка, которая для этого открыта, и плюс мы всегда хотим своему зрителю дать что-то больше, помимо самого кинопоказа, и устраиваем дискуссии, обсуждения, приглашаем разных гостей для того, чтобы они были такими проводниками для нашего зрителя в мир кино. И, собственно, после того, как мы начали развиваться как площадка, мы все-таки стали смотреть на другие направления, и задача наша, естественно, была развитие документальной индустрии вообще, соответственно, следующим шагом была дистрибуция. Поэтому мы стали подбирать картины, которые будут интересны и понятны не только узкому зрителю, но все-таки это будет такой документальный контент, который достучится для очень широкого круга зрителей, и что даст нам возможность уже выходить в регион с кинопоказами, что мы, собственно, и начали делать. И, наверное, на данный момент самым нашим таким большим количеством экранов было 80, то есть было 80 экранов на одной релизе. Это делалось уже когда-то? Но русские релизы, в том числе, это подбирались к этой цепи, что, мне кажется, невероятно большим достижением центра документального кино как команды, потому что документальное кино изначально немножко марганализировано в нашей стране, и все воспринимают это как, ну, не знаю, трясущаяся камера, остро-социальные темы. Ну, не все. Уже мы надеемся, что сначала не было более прогрессивно, сегодня уже документальное кино собирает залы, и вы показываете не только авторские какие-то фильмы и художественные, но у вас есть и мейнстримские кино, Даррен Ароновский, или еще в связи с каким-то фестивалем. То есть как вообще в этом отношении аудитория не перекрещивается? Она отличается вообще от документального кино и игрового? Но мне кажется, сейчас все-таки все привыкли и к документальному кино, и к игровому. Все просто выбирают интересную для себя тему, и выбирают для себя интересного автора. И мне кажется, что люди уже привыкли к тому, что документальное кино – это художественное кино в том числе, и это не просто какой-то репортаж, это журналистское расследование, это все-таки искусство. Плюс, учитывая, что крупные кинофестивали включают документальные картины в свои конкурсные программы, чего не было довольно долгое время, всегда документаристика была в неком таком, находилась особняком. А сейчас этого нет, соответственно, документальное кино воспринимается на уровне с художеством, и поэтому аудитория у него, я думаю, что более-менее одинаковая. Светлана, я хотел бы вернуться и спросить, у Вас есть вообще показы блокбастеров, есть ли опыт не только собственного контента и вот этот формат, по которому рассказали, и каково, в данном случае, у Вас различия аудитории, и как Вы их разделяете? У нас все эти 13 кинотеатров, они разные. У нас есть кинотеатры с авторским контентом фестивальным, это кинотеатр «Звезда», например, на Курске, «Факе», «Юность». У нас есть кинотеатры, где мы больше показываем фильмы зрительские, например, кинотеатр «Космос», там проводят и премьеры зрительского кино, но и там же мы проводим и фестивали. Поэтому здесь есть некая сформированная аудитория этих кинотеатров, но, например, с кинотеатром «Юность» мы начали эксперимент в этом году, если раньше он показывал зрительский контент, то в этом году мы его отремонтировали и решили сосредоточиться, звучать на авторском кино, причем на языке оригинала с субтитрами, на фестивальных показах, и тем самым полностью поменяли аудиторию кинотеатра и ее увеличили. То есть у вас разделено это по разным тематическим образно департаментам, таким островкам кино? У нас есть районные кинотеатры, где больше популярно семейное зрительское кино, но при этом мы делаем сквозные программы, например, это ретроспективы или какие-то спецпоказы, которые мы делаем во всей сети. Алексей, вы как автор нашумевшего в этом году, авторского фильма, заслуженно и отмечены на фестивале в Берлинском, все же имели очень хороший прокат, и прокатным дистрибьютором выступила кинокомпания Disney, которая достаточно широко прокатала и очень высокие цифры показала. Есть ли какие-то... Насколько этот опыт уникален? Насколько мы можем говорить вообще уже о том, что аудитория созрела, и мы можем в принципе рассуждать о приходе в кинотеатры интеллектуальной аудитории, либо аудитории готовой к авторскому кино? Ну, это сложный вопрос, на который на самом деле никто не знает ответ сейчас. Потому что как бы наш опыт с Disney это абсолютно не маркер, потому что у нас была очень правильная маркетинговая компания. Мы довольно долго учились, довольно долго пытались понять, как это работает, и в какой-то момент, в общем, мы начали ориентироваться. У нас была очень правильная инфоподдержка, у нас был правильный заход, у нас был правильный трейлер, у нас было много партнеров, у нас там, у нас был определенный хайп, у нас там к этому времени уже купил Netflix, мировой там, настоящий. И так далее. Поэтому, как бы, с одной стороны, очевидно, что какая-то тенденция к росту образованного зрителя есть, но для меня лично, во-первых, непонятно, насколько она устойчива, на самом деле. Результат ли это каких-то, собственно говоря, изменений, которые существуют в обществе, или это результат того, что мы более грамотно научились определенные вещи доносить и тиражировать события? Вот вопрос. Но я могу сказать по моему опыту, да, что на фильме «Добратов» нам отказали все дистрибьюторы, кроме одного. У нас были такие достаточно напряженные разговоры, но то, что у нас на самом деле очень костная индустрия, и все вот эти, все вот эти победы, и так далее, это все копейки, и это все ничтожные доли, ничтожные доли процентов, они будут преувеличены. Ну, помимо каких-то низких блокбастеров в этом году, там, которые появляются каждый год. Так вот, нам отказали все дистрибьюторы практически, и мы сидели, говорили с ними, и я все время повторяю одну фразу, ребята, вы не знаете своей страны, вы не знаете, как разговаривать со своей страной, вы не знаете, как выносить в нее что-то, и так далее. И, собственно, говорили с ней, то есть, согласился, вы не знаете. О чем мой спич? Мой спич о том, что вот та эйфория, которая все существует там последний год-два, когда мы видим, в общем, рост относительно рост отечественного кино, как бы мы видим очень серьезный рост в анимации, мы видим какой-то рост документального кино. На самом деле, на мой взгляд, во-первых, они устойчивы, во-вторых, не решают основной проблемой, для которой, собственно говоря, и существует в том числе такая вещь, как кематограф, это развитие нации. Да, потому что у нас это никак не влияет на отток из страны образованного состава, это никак не влияет на повышение образовательного уровня и так далее. Поэтому, мне кажется, что все, что происходит, это хорошо. В фестивале документального кино это хорошо. Как бы рост игрового кино это хорошо. Но какого-то взрывного события я не вижу и так же, и так же, к сожалению, я не вижу каких-то событий, которые являются знаками для огромного количества людей. Все равно, при всем уважении к коллегам, помимо медиатеки, потому что это другой человек, да, все равно по-прежнему документальное кино и авторское кино это маргинальная история. И здесь, и здесь очень важно, что никакой осознанной какой-то федеральной стратегии развития нет. Есть какие-то очаги, да, у кого-то хуже, у кого-то лучше, да, но я не вижу, я не вижу в перспективе там двух-трех лет устойчивого развития. Оно может быть как угодно, да, может быть не исключено, но может нет задачи такой, но а как это должна быть одна, должна быть одна из основных задач. На самом деле проблема документалистов, они, и они это подтвердят, к примеру, то, что фактически невозможно продать на федеральный канал документальный фильм. Какой бы он выдающийся не был. А если вы это продадите, у вас он будет какой-то страшно неудобный слот, и это будут копейки. А как тогда образовывать нацию? Ну, у нас единственный, я хочу сказать, канал «Четыре дом», который был канал документального кино, и тот закрылся. Ну, я поправлю. Ну, у меня есть другая проблема, с этим связано, если вы продаете фильм на телеканал, вы получите очень мало денег, но после этого сразу будет миллиард пиарской копии, поэтому можно не забыть о стриминге. Любому. Можно забыть продавать этот фильм уже на всех ее платформах. Да, я все-таки не помню, что пять лет мы делали на телеканале «Культура», наверное, не самый любимый телеканал, мы все-таки, имевший федеральное обещание, делали проект «Смотрим, обсуждаем» с Катиненко, где мы показали в общей сложности 100 документальных фильмов. Из них 12-5 оскаровских лауреатов, 12 оскаровских номинаторов, 25 санданцевских победителей, включая и отечественные фильмы. Конечно, в итоге самым рейтинговым фильмом был показан на 9 мая фильм Михаила Рома «Обыкновенный фашизм», с точки зрения цифр. За ним шли рожденный в СССР Сергей Борожниченко и дальше какие-то яркие фильмы, которые получали, действительно, премию «Оскар», которые говорили сами за себя. Ну, в частности, «Боулинг для Колумбины» и вот такие работы. И я вот сейчас открыл просто бюллетень кинопрокатчика. Мы все равно как-то так оказались здесь очень документальной группировкой большой. Объективно, из авторского документального кино наибольший прокат все еще стоит, я так понимаю, в Citizen Forum. Я прав, да? Нет? Так еще и нет. Кирилл. Кирилл. Не расслышал, честно говоря. Citizen Forum. До сих пор у него как бы в авторском документальном прокате стоит наибольшая цифра. Да, я думаю, да. И я думаю, что это произошло исключительно благодаря тому, что этот фильм поддерживался каналом «Россия-2» и вообще обучался как фильм про… Ну, то есть, условно говоря, он существовал немножко в другом контексте и подавался, но скорее в таком как бы уропатриотическом дискурсе, нежели… Абсолютно, да. А вот то здесь событие было все же связано с патриотизмом и с вот то, о чем вы говорите. Ну, то есть, с национальным, это был сугубо такой политический маркетинг, да? Здесь с обратной стороны. Вы говорите, нельзя продать на телевидение. Здесь телевидение купило фильм и прокатало его в кинотеатрах. А вот после этого идет уже Эми, которую прокатывали вы, да? Эми. Это зависит от того, что независимые фильмы, которые имеют хорошие цифры, хороший показатель, но все равно максимально аудитория не превышает 32 тысячи человек. Вот эти 33 тысячи человек – это вся аудитория, с которой в авторском документальном кино мы максимум со всеми усилиями в ИГТРК смогли допрыгнуть. А все остальное – это «Чудаки 3D», «Майкл Джексон», «Земля Медведи» и «Океаны», «Придурки 2». Можно я спросил, что с виртуальной реальностью у нас ждет совсем другие цифры, правильно? Можно я скажу, я убежден, что аудитория больше, на самом деле. Мне просто кажется, что вопрос того, что только формируются подходы к работе с аудиторией. И на самом деле, я бы, наверное, я же не документализм, но я бы задал, ну, на месте вансе я бы задал вопрос, почему в стране, которая в районе 150 миллионов, такие низкие цифры, это что означает? Людей нет, нет возможности достучаться, нет коммуникации. Почему? А если, и тогда, наверное, может быть, как-то придут к инновационному адаптеру вообще, ну, мне так кажется, не знаю. Потому что на этом авторском кино мы для одоления это когда-то себе сломали. Можно я, Георгий, не Георгий, сори, Владимир, 60% прироста в целом онлайн кинотеатр. Я думаю, что у вас у медиатеки примерно такие же в целом цифры роста, но я бы хотел, может быть, чуть-чуть сдвинуть, понятно, почему сериалы, понятно, когда вы эксклюзивно владеете в России правами от «Игры престолов» до всего остального, но все, что вы показываете, и авторское кино, и очень много различных даже документальных сериалов, которые достаточно хорошие просмотры набирают. Что, как, в данном случае, вы видите, какова тенденция в этом случае, что здесь есть постоянный, какая постоянная аудитория здесь, как она реагирует, помимо мейнстрима? Ну, как бы, да, в плане контентной политики понятно, что мы специализируемся на сериалах, и понятно, почему, как правильно коллеги говорили, что у фильмов, которые выходят в кинотеатре, есть преимущество, что они эксклюзивно идут там, и есть окно, да, за который ты не можешь его показывать онлайн, и поэтому там бороться, ну, невозможно с этим. У тебя нету здесь «смотри первым», такого позиционирования, что ты первым это увидишь, не будет, и даже когда он выходит на VOD-площадках, в сети уже есть, понятно, возможности посмотреть его гораздо раньше, в каких-то там форумах и так далее. Поэтому единственное преимущество, которое есть в том числе у кинотеатров реальных, это показывать одновременно с выходом, собственно, вот только вышел, и вот сегодня ты посмотришь первым, быстрее, скорее. Поэтому, естественно, фокус на сериалы, которые мы в онлайне можем показывать одновременно с их выходом на, собственно говоря, каналах. Тем не менее, ты в плане контентной политики невозможно приобрести один сериал, да, есть вот какой-то классный сериал «Игра престолов», взять только его, мы знаем, что он нам сделает кассу и все, так никто не работает. Тебе дадут еще огромную кучу контента, который тебе придется купить. То есть так работает сегодня бизнес. Поэтому, естественно, у нас есть и другой контент, и в том числе с HBO мы владеем всем контентом, который они производят. И у них одна из также сильных сторон – это документальные фильмы HBO. Очень популярные, очень хорошие, очень сильные. И я думаю, мы здесь можем разделить боль коллег в плане потребления именно документального и авторского кино, потому что оно выстреливает, только если эта тема должна, ну вот, она должна быть супер животрепещущей и очень попадать в человека, особенно в русского человека, да, потому что мы работаем на территории России, и там Россия, СМГ в нашем случае, да, и с коллегами вместе тоже. Вот, и у нас, как бы, имея контент HBO документальный, он вообще про другие какие-то вещи. Есть совершенно прекрасные фильмы, там, про Мартина Лютера Кинга, да, который… Я тоже подумал ровно про этот фильм, мне было интересно, сколько людей его посмотрело. Да, да, он совершенно прекрасный. Счет идет на десятки. Конечно, конечно, это прекрасный документальный фильм с интересной подачей, где, как бы, нету какого-то наратора, есть просто воспоминания знакомых с ним, коллег и так далее. Но здесь это другая культура, здесь никто его не знает, и никому это не интересно. Понятные истории, там, например, фильм с Робином Уильямсом у нас недавно вышел, это другая история. Это все-таки он большой такой, да, это большой человек даже для российского мира. Как бы просто почему мы идем в эту сторону и документального, и авторского кино, потому что оно скорее доступнее в данном случае, да, и проще. И, скорее всего, у аудитории, которая хочет потреблять качественный сериальный контент, а показывая зарубежный контент, мы показываем, реально мы занимаемся таким черри-пикингом, выбирая самый крутой продукт. Естественно, у этой аудитории есть запрос на качественное и кино. И это кино, естественно, чаще всего, понятно, не, ну, блокбастеры, там, всякие, это отдельные истории, это реально ты можешь сходить в кино, и эта культура потребления в России очень хорошо развита. Потому что, например, в прошлом году Россия по посещению кинотеатров обогнала Францию впервые и вышла на первое место. Это самый большой европейский рынок. Ну, как бы это о чем-то... Ну, помимо Азии, у нас среди Европы действительно самая растущая... Да, Европа, 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 да, да, естественно. Просто, на самом деле, понятно, почему, потому что билеты довольно стоят дешево. Поэтому нас по деньгам обгоняет, конечно, там Франция и Великобритания, по-моему, потому что у нас очень дешево, там в регионах вообще за 100 рублей, наверное, можно сходить, да. И это круто, потому что кино доступно человеку пойти в кинотеатр, ну, так ножками сходить, первым посмотреть и обсудить потом. Вот. Но в нашем случае, конечно, есть запрос на качественный умный контент. Скажите, отойдя сейчас немножко от сериала, все-таки к разделу кино, переходя, какова здесь тенденция роста просмотра кинопродукта у вас на стриме? Я бы не сказал, что мы, потому что никогда, ну, мы не специализируемся на этом, да, мы не делаем на эту ставку и не делали. Но все же. Да, мы не вкладываем туда ни маркетинг, ни какой-то мощной, да, силы анонсирования. Они в основном уходят на сериалы, которые приводят нам подписчиков, которые приводят нам деньги. Здесь, скорее, это такая добавочная ценность какая-то, да, и как бы это здорово, что человек может еще там посерфить сервис и найти какой-то классный контент дополнительный. Чем больше становятся пользователи, тем, конечно, и больше смотрят и весь контент вокруг сериалов. Понятно, линейка ассортимента. Конечно, да, и растет. Но какова, в данном случае, есть какая-то практическая разница? То есть вы можете сравнительно сравнить с аудиторией эти сериальные и кино? Кино, ну, в нашем случае... Насколько она меньше в разы? В нашем случае сильно меньше, потому что у нас нет ни Марвела, ни... То есть, да, у нас только авторское документальное кино. Это очень-очень маленький процент, я не знаю, 10. Ну, я не знаю, вообще я сейчас условно говорю. Ну, то есть в основном смотрят сериалы, премьеры, приходят. О, новый там сериал Эмми Адамс, Джана Маркова Ле, класс, супер, давайте смотреть. Все приходят на хиты, на горячие, на вот все, что сейчас выходит. Надо первому посмотреть, чтобы не словить спойлеров и так далее, и так далее. Вот, то есть поэтому, конечно, это не наша история. Есть другие коллеги, которые занимаются, делают ставку на кино, да, понятно. Есть Иви, есть Окка. Это другая история, там другая культура потребления. Мы все-таки в сериальный контент. Вот. Кирилл, к вам вопрос. Фильмы все-таки о музыке классические, стабильные, имеют очень сильный интерес. И вообще в связи с контентом и с аудиторией, которую любят просматривать, ни раз, ни два, и обращаться к этому контенту, она такая более лояльная и более стабильно возвращающаяся. Какова ваша история и немножко оффлайновская, да, аудитории, и ваш опыт показа онлайн? То есть уже, когда вы дистрибьютируете продукт непосредственно, заливаете его либо в iTunes, либо в другие какие-то просмотровые площадки. Какова ваша история сравнения этих аудиторий и что в данном случае вы понимаете сегодня, когда уходите в онлайн? Ну мы, собственно, пока не уходим в онлайн, да, то есть это какая-то вещь, которая существует параллельно, и то, чем занимаемся мы, это на самом деле, это просто, ну, как бы событийные показы, да, то есть это может быть фестивали, это может быть какой-то такой, как бы, one day of... Да, понятно. Это специальный показ, который, как бы, ну, там, охватывает страну, там, может быть, не до 80 экранов, но в каких-то сравнимых масштабах в отдельный взятый период времени, и это, ну, как бы, это именно то, что позволяет добиться высокого спроса и высокого интереса, потому что вот когда здесь задавался вопрос про то, как изменилась аудитория в кинотеатрах, есть ли аудитория в кинотеатрах, ну, кинотеатры, если не говорить про какие-то вот специализированные кинотеатры вроде Центра документального кино, или же там сети Москино, которые, ну, то есть это такая очень рукотворная история, а если мы берем сеть, где, я не знаю, в одной Москве там какие-то сотни экранов, то понятно, что это довольно анонимная история, и там зритель, он, ну, как бы, приходящий и уходящий, да, и поэтому, если там вот происходит какая-то событийная история, когда, там, не знаю, в одни выходные показывают фильм Довлатов, то какая-то аудитория, которая в противном случае могла бы себя до последнего, там, две-три недели заставлять и думать, что я схожу на следующий раз, я схожу на следующей неделе, а потом посмотреть это там ВКонтакте, да, тут она взяла себя в руки, мобилизовалась, пришла в кинотеатр. Можно ли говорить о том, что эта аудитория есть в этом кинотеатре? Я не уверен, что можно говорить так, да, то есть если говорить про какой-то вот основной контент, с которым мы начинали работать, да, про фильмы, связанные с музыкой, естественно, у них есть какая-то аудитория, да, и, естественно, это то, на что мы делали ставку сам в начало, хотя я очень хорошо помню, что, там, в первый год фестиваля, в 2010 году, часть из фильмов, которые мы показывали тогда, это фильмы, которые уже можно было, там, скачать на рутрекере в хорошем качестве, но мы понимали, что вообще в самом факте, что, вот, мы показываем это, там, в большом зале на 500 мест с большим экраном, с большим звуком, есть некоторый джистификейшн, ну, собственно, и для нас, как для людей, которые это показывают, и для зрителей, которые на это идут. И это, ну, в общем-то, сработало, да. То есть это магия показа, атмосфера этого зала? Это магия контекста, который ты задаешь, да, и того, что сейчас, в принципе, во всем мире работает технология, да, вот таких специальных показов, да, то есть если, вот, там, Гоша приводил статистику, там, документальных фильмов, и, вот, там, в частности, был фильм One Direction, да, то есть, это, собственно, это фильм-концерт. Вот, там, для меня в какой-то момент стало совершенно шоком, что одним из самых популярных таких вот фильмов прошлого года был фильм, собственно, с концертом Рамштайн в Париже, да, вот, собственно, его, там, посмотрело больше 50 тысяч человек, там, по билетам. Это, ну, там, для, собственно, независимого документального и даже, там, какого-то артхаусного кино, ну, цифра достаточно внушительная. В нашем случае у нас, там, ну, то есть, одним из каких-то самых знаковых историй таких, которые мы делали, остается фильм «Здорово и вечно» про Егора Летова и группу гражданской обороны. Это, собственно, был фильм, который посмотрело, там, больше 20 тысяч человек и который, ну, там, действительно показывали, там, по всей стране. И, ну, там, приходили самые разные запросы. И это был тот случай, где, условно говоря, кинотеатры и, там, киносети скорее противодействовали этому контенту, да, то есть они не хотели его брать, они его боялись. И у него был зритель, который вот как раз-таки это продавливал, который сам приходил в кинотеатр, говорил, что нам это нужно, мы это будем, собственно, показывать. Но вот, там, по каким-то цифрам с точки зрения VOD могу сказать, что они достаточно скромные, да, то есть это фильм, который сразу же после того, как, ну, там, на второй неделе сделали его экранку и, там, сколько мы ее, там, не убивали, да, понятно, что она, там, появлялась, там, во все большем количестве мест, соцсетей и так далее. И сейчас этот фильм, там, ну, я не знаю, там, ВКонтакте его видели, наверное, уже, там, какие-то сотни тысяч человек. И в этом смысле здесь, ну, вот, как раз-таки эта узнаваемость дает широкая аудитория, она вовсе не, там, не всегда конвертируется в, ну, собственно, какие-то просмотры и деньги, да, то есть, ну, просмотры, которые происходят. Ну, ВКонтакте особенно в данном случае. Ну, да, но и там в то же время у нас, там, не знаю, была история с показом фильма про Златана Ибрагимовича, который собрал совсем немного денег в кинотеатрах, а вот на VOD-платформах и, собственно, даже на каком-то телеке тогда, ну, собственно, он очень хорошо, ну, всего там смотрели и смотрят до сих пор, да, то есть, это вот был единственный случай в нашей практике, когда фильм онлайн за деньги увидел людей больше, чем онлайн. И это, ну, собственно, связано, ну, это связано не с тем, что какие-то люди специально ищут эти фильмы, да, то есть, это разные аудитории, потому что люди, которые пришли в кинотеатры, это была какая-то такая, как бы, фан-база людей, которые, ну, там, знают, кто такой Златан Ибрагимович, не знаю, читают с сайт Sports.ru, следят за, там, ПСЖ или, там, Ювентусом, неважно, а люди, которые посмотрели его онлайн, это люди, которым этот фильм попал в выдачу iTunes в категории спорт, да, это, ну, то есть, это совершенно другая аудитория, это аудитория какая-то, ну, как бы, нежданная, на которую никто не рассчитывал, в общем-то. Ну, вот, все-таки, где они конкурируют и органично выступают, я имею в виду онлайн и оффлайн, где эти зеркала сходятся, стало непонятно, Майя, но вы недавно забыли. Может, мне кажется, что они конкурируют, да, то есть, мне кажется, что это разные аудитории и это вопрос в том, что, ну, то есть, ты по-разному работаешь с этими аудиториями, потому что у тебя в конечном счете, ну, то есть, одно может конвертироваться в другое, но я не верю, что, ну, в России особенно это может работать таким образом, что человек, условно говоря, выбирая между походом в кино и просмотром вот на какой-то диджитал-платформе, если мы говорим не про, условно говоря, Пазингтона 2, а если мы говорим вот именно про какую-то такую, ну, все-таки нишевую историю, то у него свои мотивы, да, и когда он идет в кино, потому что, ну, по-прежнему, там, для такого кино и особенно для фестивального кино, ну, конечно, это какое-то событие, конечно, это какой-то опыт, который ты, ну, то есть, никакой Нетфликс у тебя не отнимет, да, но другое дело, что есть просто какие-то, не знаю, города, есть люди, которые живут где-то, где у них нету, возможности. Можно сходить туда, но с другой стороны, эти люди, как показывает, там, условно говоря, наш опыт, это не те люди, которые смотрят кино в интернете за деньги, да, то есть, это просто вопрос того, что, это вопрос культуры, и в этом смысле и там, и Айви, и Амедиатека за вот все то время, что они существуют, они очень сильно поспособствовали тому, чтобы эта культура стала появляться, появилась культура платить за диджитал контент, да, то есть, ну, я могу сказать это по своему опыту, потому что, когда там появилась Амедиатека, и там какие-то первые такие сервисы, мне просто по, условно говоря, старой памяти было проще, там, не знаю, скачать это из каких-то торрентов, посмотреть ВКонтакте или еще что-то, да, и, условно говоря, я понимал, что я делаю это, и что это не вполне, как бы, сознательный и корректный выбор. Сейчас признаете себя. Нет, разумеется, особенно учитывая, что, ну, собственно, я сам этим занимаюсь, но я понимал, что в большинстве случаев у меня не было выбора, да, и не было, то есть, я не мог посмотреть то же самое легальное. Сейчас я, условно, подписан, там, не знаю, на половину сервисов, там, включая Амедиатеку, которую я, там, смотрю, там, очень редко, и, условно говоря, я понимаю, что если, там, ребенок хочет посмотреть какой-то фильм, я открываю iTunes, покупаю, там, какой-то фильм, и для меня это, ну, то есть, какой-то естественный выбор, и это, там, первый выбор мне не приходит в голову, лезть, там, куда-то и искать, можно ли посмотреть этот фильм бесплатно, даже если его можно посмотреть. Вы недавно запустили Non-Fiction, это онлайн-сервис, и у вас там платный, бесплатный, и какова история органичного перетекания. Я все же думаю, что есть выбор пойти, если это не событие, не фестивальное, а если это просто вечер, и уже есть выбор в аудитории, если кто-то не согласится, не согласится, но я уже такое встречаю часто. Даже когда совместные просмотры люди, скачать или посмотреть совместно какой-то фильм или новую серию, какая-то премьера сериала, либо пойти в кинотеатр. Соответственно, каков ваш органичный этот опыт, органичного перетекания аудитории вашей? Мне кажется, Кирилл очень важную мысль сказал о том, что создается культура оплаты за тот контент, который тебе нравится, и на самом деле это то, что сейчас происходит, потому что, например, если говорить о фильмах, которые я скачиваю с сети, это, как правило, какая-то классика, которую невозможно до какого-то времени было посмотреть платно за деньги и легально, но сейчас появляются и такие сервисы, где есть и классика голливудского кино, плюс есть классика, не знаю, авторского кино, плюс вот недавно я узнала, что замечательный режиссер Рефн создал свою онлайн-коллекцию какого-то трэша, хорроров, B-movies и, в общем, всего того, что любит он, соответственно, это тоже уже можно не качать в сети, а перейти на более цивилизованный уровень и заплатить за контент, с которого, естественно, тебе получают рояльти все эти люди, которые приложили к этому активное участие. Что касается non-fiction, а, и еще, мне кажется, важный момент, связанный со стриминговыми сервисами, это тот факт, что любой из этих сервисов создает себе некую репутацию и создает коллекцию. Мы, например, приходя на Netflix, мы знаем, что мы не в курсе всего контента, который у них есть, но мы понимаем, что, покупая подписку, мы совершенно точно найдем что-то интересное для себя из мира, не знаю, современных сериалов. То же самое с медиатекой. Покупая подписку, мы понимаем, что мы получим здесь такого рода контент и вот такого качества. И non-fiction строится по такому же принципу, и для нас очень важно заявить о себе как о некой площадке, где можно найти лучшее неигровое кино. Но, опять же, как и в случае с оффлайн-показами, у нас помимо неигрового кино будут и коллекции художественных картин, и сейчас, например, уже доступна коллекция Балабанова, плюс есть картина Звягинцева, и, в общем, художественное кино последних, наверное, 10 лет, так или иначе, забившее себя на международных кинофестивалях. Вы только начали и уже развиваете. Уже доступна, и на самом деле, да, коллекция уже достаточно большая. Там порядка 300 картин. И в данный момент у нас нет подписки, но она появится в сентябре. То есть сейчас сервис бесплатный? Нет, он платный, но есть возможность купить просмотр. Отдельно. Одной картиной. В сентябре уже будет доступна подписка. Подписка. Соответственно, можно будет получать доступ неограниченный ко всему контенту в течение месяца, года или бесконечности. Понятно. Пакетно не будете делить, как медиатека. Георгий, у меня сначала к вам вопрос. Все-таки продолжая мысль о взаимодействии голубого и черного экрана, и продолжая тему нашей панели, в проекте VR-ability вы используете виртуальную реальность в реабилитации. Вот мне бы очень хотелось понять, поддержки людей с инвалидностью, какова история вообще соединения и насколько это функционально сейчас важный очень аспект для людей, которые, в принципе, не были никак активно вовлечены в эти процессы, а вы в вашем проекте уделили такое внимание. Здесь очень интересный момент, связанный с тем, что мы вышли с гипотезой с моим коллегой, когда мы создавали проект VR-ability. Мой партнер по проекту Станислав Колесник сам попал в аварию и на некоторое время был обездвижен. И как раз тогда у него, а он уже занимался технологиями виртуальной реальности немножко, и тогда же он и почувствовал, что вот когда ему очень сильно хотелось снова сесть на мотоцикл, он просто в очках пересматривал видео, которое он до этого снимал для себя, и почувствовал вот это легкое ощущение вот этого воздушного потока, которое физически он не испытывал. Но мозг, дорабатывая, вспоминая, скажем так, своей памятью эти ощущения, он довоссоздавал эти вещи. И мы решили с такой гипотезой выйти, поскольку я в течение многих лет занимаюсь социальной рекламой и производил очень много работ для организации инвалидности, людей с инвалидностью, мы попробовали показать ситуации и показать мир глазами людей с инвалидностью, которые занимаются активными видами спорта, для тех, кто ими еще не занимается. Потом, пройдя этот этап, мы поняли, во-первых, что на тот момент, 2015-2016 год, уровень качества самих очков и частичное изображение пока еще не позволял создать вот такую убедительность, которая в формате видео все-таки не срабатывала так, как в формате компьютерных игр. В виртуальной реальности, потому что в играх ты сразу понимаешь, что это виртуально, это нереалистично. Видео срабатывало вот такой переходный момент, в котором ты видишь, что это изображение, ты знаешь эти объекты, и твой мозг сам пытается тебя убедить, типа, ну, камон, ну, вроде реальность, но вот где-то так посередине. И чем это лучше было сделано технически, чем это лучше сделано было с точки зрения рассказа, самой истории, и не только технологии, а именно то, чтобы в этом появился сюжет, чтобы тебя увлекало не то, что перед тобой в изображении, а то, что тебе рассказывают, тем лучших результатов мы добивались. И затем мы начали экспериментировать с тем, что у наших друзей там в фондах рубки дети мы узнали там историю, что девочка очень хочет прыгнуть с парашютом, но, естественно, ей физически это нельзя. Мы пошли, просто сняли этот прыжок с парашютом в формате 360, всем им показали, кому-то там вентилятором дули, кому-то что, и это были нереальные эмоции ребят, подростков, которые прекрасно понимают, что им можно, что нельзя по состоянию здоровья, но понимая, что то, что они видят, это определенный уровень, который они не могут достигнуть. Вот мне это показалось очень интересным, но еще большего эффекта я достиг, когда начал показывать коллективно, возвращаясь вот с того, ровно с чего мы начали, эстетику кинотеатра, когда люди приходят специально вместе на какое-то событие, когда они чувствуют, что они все вместе. Вы сейчас про сферическое кино или сферическое? Да, да, и они приходят, и несмотря на то, что они каждый по-своему в очках виртуальной реальности… Немножко в двух словах скажите аудитории, что это, чтобы было понятно. А вот у меня камера 360 лежит, то есть в принципе сферическое видео – это одна из возможностей снимать панорамное изображение полностью с охватом 360 градусов на 180 градусов, то есть полная сфера. Надевая очки виртуальной реальности, соответственно, тут есть пара стендов, на которых вы это можете попробовать, ваше изображение поворачивается туда же, куда поворачивается ваша голова, и у вас в мозжечке создается ощущение реалистичности из-за того, что сопровождаются движения, и мозг начинает это обрабатывать, и в этом и заключается эффект виртуальной реальности. А как скоро вам кажется? Потому что, например, добавленную реальность никто еще пять лет назад не верил, а сегодня все digital natives, как мы сегодня назвали условно аудиторию, те, кто в принципе проживает параллельные миры, и второй экран все время присутствует, добавленной реальности просто живут. И сегодня то, что творится в игровой индустрии, в добавленной реальности, она уже давно захватила все остальное. Поэтому, как вам кажется, как долго нужно виртуальной реальности, чтобы плотно войти? И вот Алексей Герман следующий фильм, может быть, снял уже в виртуальной реальности, и мы полностью, ну как минимум, сферическое кино уже увидели. Ну, самым успешным из проектов показов, по крайней мере, с точки зрения дистрибуции, с точки зрения самого качества контента, я вижу не в среде игровых постановочных проектов, а в научной среде. В Швеции мы второй год проводим фестиваль научного вир-кино, и работы, которые я вижу там, которые позволяют людям оказаться внутри человеческого тела, в графике, окунуться в глубины, улететь в космос, улететь на Марс, визуализировать информацию, которую… Вот я говорил про проект VR Ability, в котором люди с инвалидностью пробуют то, что они не могут попробовать чаще всего, да, или могут попробовать, но еще не пробовали. Тут мы говорим про весь человеческий опыт, который не может представить это себе, недостаточно у него физических возможностей. И я вижу, что именно этот контент создает наибольший интерес у зрителей. Контент, где ты понимаешь, что ты его никогда не попробуешь, у тебя нет жизненного опыта сравнения. И вот то, что я вижу, что наибольшим успехом пользуются, прежде всего, анимационные работы в VR. Они приближены к компьютерным играм, но все равно обладают гораздо более стройным сюжетным развитием. Далее идет документальные работы, и как раз таки остросоциальные, про вещи, в которых… Окей, мы посмотрим про вот эти вот лагери беженцев в Конго, но мы туда не поедем, но мы как бы посмотрели, как бы все хорошо. Вот, как бы мы с ними. И дальше уже только игровые вещи, которые пока что в сферическом кино смотрятся очень сложно, как театральные, так и представления, нежели чем художественно-выразительное кино. То есть мир Стивена Спилберга из последнего фильма нас еще сейчас пока завтра не ждет? Абсолютно не ждет. И те попытки, которые… Пока с игровым мы еще… Те попытки, которые были сделаны в маркетинге для продвижения этого фильма, они были сделаны в плане игр небольших миров из Ready Player One, но и они были все упоротые люди, которые смотрят VR, говорили, не, ну это не то. Типа, в фильме лучше. Света и Володя, к вам вопрос. Потому что, Володя, я знаю, вы офлайн делаете премьеры серий, и это собирает достаточно там «Игры престолов». Я сам был, сам почитатель сериала, и поэтому… И видел, какой ажиотаж происходит в аудиториях оффлайн до выхода, даже в онлайн. Вы постоянно на этом играете. А вы, соответственно, делаете какие-то онлайн истории, делаете истории вообще передвижных кинотеатров даже по Москве. Немного, если вы расскажете, если, возможно, Светлана начнет, про ваши опыты различных передвижных кинотеатров и онлайн-просмотров. И будете ли вы увеличивать эту историю? У нас на самом деле нет онлайн-просмотров. Пока нету, да? Пока нет. Мы думаем об этом. Мы вот буквально на днях обсуждали с командой, что нужно как-то выходить в онлайн. Если у вас эксклюзивный контент, тем более. Но пока мы больше… Думаем об этом. Да, да, затягивает нас назад в историю. И мы действительно делаем передвижные кинотеатры. Но это такой узкий сегмент, потому что посещаемость этих показов ограничена площадками. Где-то можно 100 человек, где-то 300. Но это все равно очень малые аудитории. И это такой эксклюзивный контент, когда мы показываем на разных площадках кино с пленки, с винтажных проекторов. Это такой эксперимент скорее. Понятно, что это не потоковый. Мы долго думали, можно ли это масштабировать. И пока не видим масштабирования этого проекта. То есть мы только увеличиваем количество этих показов. И думаем над тем, что возможно можно как-то онлайн транслировать, но сомневаемся, что это то же самое переживание, когда это проходит в определенных необычных местах. Хотя мы понимаем, конечно, что мы проводим достаточно большое количество спецпроектов, обсуждений, и, наверное, их можно транслировать в онлайн, для того, чтобы больше аудитория послушала того или иного режиссера. Вот, например, сейчас у нас в сети идут показы. Есть такая премия, приз мэра за создание образа Москвы в кино. Мы проводим этот конкурс. Второй год, там общий призовой фонд, который город выделяет 100 миллионов рублей. И сейчас сформирована шорт-лист из 10 фильмов, показы которых мы проводим вместе со встречей с режиссерами или продюсерами. Например, буквально на этой неделе у нас прошли показы протяжения с участием. Федор Бондарчук приехал, рассказал про фильм. У нас прошел показ «Нелюбви» и был роднянский селфи тоже с участием съемочной группы. И несмотря на то, что эти фильмы уже давно выходили в прокаты, и большинство, я думаю, что их видели, все равно интерес именно к просмотру совместным с режиссером, со съемочной группой, к этому обсуждению, наверное, их можно было бы транслировать. Ну, дискуссионные клубы стабильно собирают хорошую аудиторию. И таких опытов действительно много разных, прекрасные у вас. И очень много там наш друг Антон Долин собирает по 500-600 человек залы на обсуждениях о фильмах, которые не собирают. Обычно и, как казалось бы, не соберут. Но все же, а ваш опыт оффлайна? И насколько вы будете продолжать это делать? И что будет интересного от вас? Да, я бы хотел, на самом деле, сделать небольшую ремарку про технологии вообще и восстановить такой таймлайн для, наверное, понимания, что нам сегодня кажется, что стриминг – это что-то такое понятное. Зайти в приложение, посмотреть. Мы все привыкли на любой сайт. И это что-то, без чего мы не представляем нашу жизнь. Но на самом деле, несмотря на то, что там тот же Netflix, да, самый известный, запустился в 2007 году именно как стриминг, запустил стриминговую платформу, то есть уже 11 лет назад, мировым трендом сам стриминг, например, вот был признан всего лишь в прошлом году. Apple подводит такие, ну, например, вот Apple, да, на нем все, потому что представлены так или иначе VOD-платформы и так далее. И они всегда подводят в конце года такие итоги, выводят тренды в мире разработки, в мире технологий. И, собственно, одним из трендов был признан стриминг. Это всего лишь в прошлом году, хотя нам кажется, что это было… Уже 11 лет. 11 лет это существовало, а мировым трендом, когда все стали заходить в эту сферу, и даже там Рёвен тот же, да, создает свой онлайн кинотеатр, только вот 2017 год, чтобы понимать такую хронологию. Поэтому, говоря там о том же VR, нужно явно дать этому время, если только сейчас, когда нам кажется, мы не представляем свою жизнь без стриминга, он только сейчас стал трендом. Ну, мой вопрос в данном случае по VR был больше про развлекательное и про художественное кино, потому что касательно именно интеллектуального и научного сообщества, это очень все понятно, и это действительно очень большой скачок в этой области. Но все же, возвращаясь к вашему опыту, и насколько этот опыт будет продолжаться, насколько ваши онлайн-премьеры будут все же уходить иногда в кинотеатры, и что вы с этим будете делать, потому что это тоже большая история, которая сегодня есть, премьера спектаклей в кинотеатрах или каких-то других оффлайновских вещей. И вот эта граница, она очень важна. И где вы будете переходить ее? Да, я думаю, что просто понятно, здесь понятна история наше взаимодействие с оффлайном, это как раз возможность достучаться до другой аудитории и найти другой канал коммуникации с аудиторией, которая любит смотреть фильмы, хорошее кино с хорошим звуком качества и так далее. Это, конечно, в кинотеатре ты получаешь на большом-большом экране классную картинку, классный звук и все. И это возможность прийти туда и сказать, что, ребята, вот у нас это тоже все есть, вот вы сейчас получите здесь такой экспириенс, а продолжение дальше, собственно, в онлайн-кинотеатр. Обратно в телефон. Да, это такая ивентовая история, потому что понятно, что показывать все серии, ну, ты не соберешь такую аудиторию, конечно, Игра престолов – это отдельная история, ты соберешь. Но по другим сериалам это скорее именно вот премьера первой серии, там первого сезона, это класс, это бум, никто не знает, все хотят узнать и хотя бы первую серию, но точно посмотрят. Ну, особенно если это формат кинофильма по времени, по хронометражу. И, как правило, есть очень часто опыт, когда снимают большие режиссеры первую серию. Конечно. И как бы есть, это уже целая как бы событийность заложена в самом продукте. Да, и мы на самом деле видим сейчас, то есть мы уже несколько лет это делаем, показываем там Игру престолов, и Мир дикого запада мы показывали, собственно, мы делали как ивент такой тоже на большом экране в метро, мы делали большую-большую премьеру, очень такая уникальная история, там даже Нью-Йорк Таймс писал, в общем, постил эти фотки, сумасшедшая история. Это правда? Да, вот. Но мы знаем и в российском кинематографе такой же пример, это, конечно же, Александр Цикало, да, и его Гоголь, которые они отсняли шесть серий, сдвоили их, и сделали три таких фильма. Сейчас вот будет выходить последний третий фильм. Ну, это, в принципе, как ты этот формат назовешь, они, вот, это, в принципе, франшиза, да, они поделили ее на три фильма, это так, а потом они сказали, а до этого, а потом они как бы, это сериал, вот, шесть серий. В принципе, у Цикало уже был такой опыт с саранчой, если я не ошибаюсь, да, когда они сначала прокатили это как фильм, а потом для VOD порезали на четыре серии и выложили это как мини-сериал, чтобы добрать другую аудиторию, потому что они собрали в кино аудиторию. Саша вообще активно в этой области, да, экспериментирует, один из самых экспериментаторов больших. У меня вопрос к Алексею, если можно. Алексей, вот много было различных обращений, я знаю, по поводу сериалов и вообще возможности твоего участия, и ты постоянно находишься в каком-то диалоге по этому поводу. Скажи, узнаем ли мы в скором времени что-то очень интересное и возможно ли соединение Алексея Германа и сериального продукта? Ой. Да нет, у нас, конечно, невозможно, в России невозможно. Почему? Ну, потому что у нас есть очень небольшое количество компаний, которые в состоянии произвести качественный сериал, где ты можешь не беспокоиться, что 50% на производство исчезнут непонятно куда, и многие участники съемочного коллектива осуществляют ремонт и купят себе новые гаражные воропы. Так ты представляешь нашу сериальную индустрию, да? Ну, я так себе представляю, она такой и является, помимо нескольких компаний. Понимаешь, если ты хочешь что-то сделать, да, то, ну, как бы, ты должен, ну, если ты говоришь, типа, ребята, я сделаю хорошо, да, то у тебя, а, должны быть условия, б, ты должен понимать, что ты не имеешь дело с мелкими жуликами, кое является нашей сериальной индустрией, за редким исключением, и в это должен, и в это должен верить, что из даже прекрасной идеи, хорошего сценария, там, достойных эскизов, в итоге, как бы, получится, как бы, что-то, что-то, что-то настоящее. Поэтому, лично для меня проблема, как бы, бьется на, как бы, разбивается на несколько. Первое, я вижу мало способных компаний, которые могут произвести, как бы, нормальный контент, и это должно быть интересно, да? Во-вторых, я вижу, ну, сколько у нас там приличных сериалов, там, 3-4 в год, правильно, там, 5 максимум, на мой взгляд. Я вижу достаточно, как бы, достаточно ограниченные у них производственные ресурсы, поэтому лично я в это не влезаю, да, потому что, ну, потому что для меня всегда вопрос там, можно ли, да, у нас, да, мы сейчас в сторону отложим удачные примеры, да, которые там были в 17-18 году, действительно были приличные сериалы, частью связанные с Цикал, например. Но я вот часто себе задаю вопрос, можно ли там в России сделать условно, там, хорошее, там, что-то похожее на ту же «Игру престолов», да, или что-то похожее, там, на теорию большого взрыва, к примеру, или там, как я встретил вашу маму. Ну, то, что это те сериалы, которые, я смотрю на пиратских сервисах, конечно, поскольку ничего не прочу, которые лично, извините, которые лично вызывают, вызывают вам несчастье и радость. И дальше я вот понимаю, что почему-то сложно сделать там «Игру престолов», потому что у нас ограниченное количество актеров, у нас достаточно мало специалистов, которые смогут создать тот же предметный мир, эстетику, дизайн и так далее. И у нас, конечно, всего несколько сценаристов, которые смогут круто написать. Потому что, как бы, в чем, почему «Игра престолов» крутая? Потому что ты не ожидаешь. Ну, ты тянет, 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 потом хлоп, ушатали и поехали дальше. Ну, круто же, молодцы, придумали. Почему у нас там сложно сделать выдающийся ситком, условно? Ну, потому что мне, слушайте, я небольшой специалист, как мне кажется, я каких-то, конечно, чудных, прекрасных, дикталантливых людей упускаю, наверное, они есть. Но почему там, условно, русский ситком хуже? Да, почему он там, как правило, хотя мне нравилось, как про няню, мне нравилось. Заворотнюк еще молодая была, юная, легкая тогда. Ну, потому что людей, которые могут блестяще написать шутки, с одной стороны, и с другой стороны найти, ну, там мы Ольгу там отложим, да, в сторону, да, найти вот эти вот похожие архетипы очень сложно, да. Вот почему там, вот как бы, я, допустим, в отличие от тебя, мало знаю русских айтишников. И мне казалось там, что сериал про русских айтишников и ученых, это было бы дико круто, да, собственно говоря, как мы видим в теории большого взрыва, да. Но есть ли у нас люди, которые могут точно блестяще это написать, найти, узнавая их персонажей, не знаю. Поэтому резюмирую, я хочу сказать, что такой режиссер, который любит снимать все про смерть, печаль, отчаяние и портить людям настроение, как я. То есть сериал про вампиров нас ждет, по-видимому. Сериал про вампиров, я думал об этом, понимаешь, я думал, но я реально это разрабатывал. Я знаю, близка тема, да. Да, не некоторое время, да, но я что-то не нашел гримера хорошего, там не важно. Должен попытаться дарить людям сомнительную радость, пролонгированную на несколько серий творчества, его творчество, если будет уверен, а в команде и б в продакшене. Пока я вижу, что все мои ребята, знакомые, прекрасные режиссеры, которые снимают сериалы и кладут жизнь на них, и все вы знаете, я не буду называть имена, мы с ними встречаемся, нам по 40 лет, значит, наша сейчас любимая тема обсуждения, она следующая. А таблетки, Б доктора. Реально, реально, так вот все ходят. Почему? Потому что это все происходит на полной отдаче себя, чтобы сделать качественное. Вот этого бы не хотелось, потому что и так все уже отказывает. Господа, если возникли вопросы какие-то в аудитории, у нас есть такая возможность, да. Можно к микрофону. Будем. Поднимайте. Добрый день. Спасибо большое за атмосферу, которая у нас здесь создалась, к этой части разговора. Вот, я хотел бы ее несколько иначе направить, потому что наша тема между голубым и черным экраном, да, она для нас очень интересно, с нашей стороны видна. Обратите внимание, что вы все находитесь в некоторой декорации, которая и является результатом проекции. И в этом смысле идея кинематографа, как идея пещеры Платона со зрителями, сидящими спиной к миру, она несколько изменилась. Зрители не выбирают между жизнью и смотрением, между жизнью и чтением, между жизнью и работой. Они каждый день складывают свою жизнь из множества разных фрагментов и фактов. И в связи с этим у меня есть один важный вопрос. Не полагаете ли вы нужным обсуждать следующую, следующую важную проблему? Это проблему изменения плоскости проекции. Не затягивать в пещеру, а делать кинематограф как проекцию на реальный город. Мы с вами в нем находимся. Я испытал недавно потрясение от того, что вот эта вот тяжесть нашего, невыносимая тяжесть нашего бытия, когда ты, например, вспоминаешь Хуцеевский фильм «Мне 20 лет, и ты видишь людей, которые живут не в квартирах и не в норах, а в открытом пространстве города. И я двигаюсь по проспекту Сахарова, и вдруг я понимаю, что я могу дышать, что меня не дышит». А вот вопрос. Спасибо. Возникло ли у кого-то понимание, как это возможно сказать? Вы знаете, давайте все же конкретные вопросы. Я попытаюсь сформулировать ваш вопрос, если вы мне разрешите. То есть, насколько мы хотели бы спроецировать, я так понимаю, вот эту тяжесть, которая присутствует, жизненных разворотов непосредственно экранного нашего состояния трансформации в некое черное зеркало. Правильно переход? Да. Но, вы знаете, он может быть риторическим, этот вопрос, потому что, мне кажется, мы сейчас все-таки больше не про кинопроизводство здесь, хотя у нас яркий кинематографист, а все же про дискуссию каналов коммуникации и дистрибуционных аудиторий, то есть дистрибуционных диалогов с аудиторией. Мы немножко про это. Поэтому, возвращаясь, возникли еще у кого-то вопросы? Да, пожалуйста. Можно вопрос только конкретно? И имя представьтесь. Здравствуйте, Михаил. Конкретный вопрос к Алексею. Вот так все неприятности и начинаются. Надеюсь, что не в этот раз. Вопрос следующий. Вот что бы вы посоветовали человеку, у которого есть идея, которую он хочет воплотить в жизнь, но опыта у него нет, в съемках, там, в этом процессе и прочее. Но идея перспективная, на его взгляд, и она не одна, их несколько. И как бы в создании фильма, который реально может претендовать даже на Оскар. Что вы такому человеку посоветуете сделать? Цель этого человека не то, чтобы заработать денег, там, миллионы или что-то, а именно окунуться в мир кино, потому что другие сферы деятельности его на данный момент... Окей, я понял. Да, как это вот осуществить? Я коротко, чтобы не занимать время коллег. Ну, король, про Оскар, это, конечно, больше к Звягинцеву. Он бы вам сейчас завернул что-то такое интеллектуальное. Я, на самом деле, сейчас сделаю круг и к тому, о чем мы говорили. Когда мы упоминали о том, что на канале «Культура», собственно говоря, показывались те же документальные фильмы, и что на первом месте был обыкновенный фашизм, а на втором месте был, собственно говоря, фильм «Рожденный СССР» и так далее. Значит, я человек глупый, но к определенному возрасту я понял, что, как мне кажется, работает это то, то, что то, что как бы коммуницирует не с, как сказать-то, не с теориями, не с концепциями, не с форматами, а коммуницирует с мемами, с бессознательным, с тем, на что люди воспитаны, тем, что на них это, то, что для них это важно, то есть оно коммуницирует с чем-то внутренним, будь это эмоции, будь это, как бы, какой-то культурный багаж, будь это что-то, понимаете, потому что мне кажется, что самое главное не заниматься структурированием, мне кажется, самое главное попасть в какой-то нерв, попасть в какой-то, ну, попасть в какой-то, попасть в какой-то, вот как Балабанов смог попасть. Извините, вопрос немного не об этом, как бы идея и понимание уже есть, история есть, как бы она основана на реальных событиях, осознание того, что громадный бюджет тебе не вытянет. Ну, пишите сценарий, пойдите к парню. Ну, существует питчинг, идея. Да, да, просите, просите у них деньги. Да, ну, в этом отношении это очевидно, вопрос просто Алексей ответил вам. Просто надо двигаться. А куда двигаться? Скажите, мы двинемся. К продюсерам, возьмите топ-10 компаний. Смотрите, существует, если вы идеолог и сценарист, существует питчинг сценаристов, существует достаточно много от производственных компаний, которые проводят эти питчинги, до Министерства культуры, и вы вполне можете продвинуть вашу идею. Так обычно и начинает. Если человек не из кеминографического мира, не имея образования, имеет какую-то идею, он обычно формирует за собой целое движение или что-то делает из этого и участвует в питчинге идей. А без формирования целого движения, например, напрямую с человеком, вот с вами встретиться или с другим каким-нибудь... А вопрос в этом. Предложить. Послушайте. Сократить. Мы можем встречаться и водить хороводы. Где? Но я вам ничем не помогу. Где? Где мы можем встречаться? Сейчас выйдем, я вам еще расскажу, как надо сделать. И к кому пойти. У меня денег нет. Сейчас закончим. Я буду выходить и там где-нибудь договоримся, на входе встретимся, я вам пять минут кратко расскажу. Курс. Да. Вы хотите просто донести свою идею. Все будет. Хорошо. Есть ли еще вопросы? Давайте. Николай, у меня есть такой вопрос. Есть ли будущее в актерской профессии, так как сейчас на экране появляется все больше мультфильмов или компьютерных персонажей и впоследствии они заменяют обычных людей? Анимационные персонажи, имеете в виду? И не только. В обычных фильмах могут ставить компьютерную графику вместо персонажей и так далее. Это дорого очень. Ну, пока еще, но мне кажется, технологии идут вперед, правильно? Вот, на самом деле, я бы переадресовал Георгий к вам этот вопрос. Насколько в виртуальной реальности вообще замена мира это сегодня уже как бы реальность абсолютно. И она, виртуальная реальность является некой реальностью для формирования и создания миров. И сегодня мы видим там и на выставках современного искусства и в ученом сообществе, когда ты действительно можешь погрузиться полностью. Насколько возможно, что это полностью заменит тех или иных живых персонажей? Насколько эти миры могут стать реальными уже существующими виртуальными мирами, без которых мы не сможем быть? Ну, я вообще выхожу с позиции, что виртуальная реальность это технология не самостоятельная, а дополняющая имеющие технологии. Как в случае, то, чем я занимаюсь с VR-кинотеатрами, с VR-контентом, это дополнение к существующей эстетике и средствам выразительным кинематографа. Кто-то этим занимается в науке, кто-то в медицине, в образовании, но она надстраивается на имеющиеся уже форматы. Сейчас ключевые проблемы, которые стоят перед моими коллегами, которые занимаются непосредственно технологией, это четкий захват действий пальцев, то есть очень сложно создать, скажем так, устройство, которое будет очень точно передавать захват рукой объектов. Без этого ощущения ты не можешь создавать, условно говоря, удаленных роботов, которые бы на каких-нибудь шахтах выполняли сложные вещи без участия человека, уменьшая риски. Вторая сложность, она касается уже больше психологического формата, это сложность передачи движения зрачков в глаз. И даже наиболее известная в VR работа Алехандро Иньяриту, 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 ну короче, Иньяриту, говорят, мне тоже удобнее так говорить, но смысл в том, что все прекрасно, невероятно тяжелейший рендер с точки зрения объемов производства, с точки зрения качества, с точки зрения той глубины пространства, которое они простроили вместе с Любецки, это действительно работа совместная, и она полностью компьютерная, но при этом видна работа художественная. Но те персонажи, которых они вживую отсканировали с реальных, пойманных когда-то беженцев, которых они пригласили, проинтервьюировали, они не живут глазами. И без этой жизни глазами нет ощущения реальности, которая бы действительно тебя погружала. Да, для кого-то этого эффекта виртуальной реальности, эффекта воздействия на мозжачок, что ты можешь потрогать объект и заглянуть в них, достаточно. Но чем дольше ты в это погружаешься, тем меньше это тебя убеждает. И вот этот вот эффект аттракциона, он пропадает. пока не найдут решения сделать все элементы, не говоря уже о чувстве прикосновения, разрабатываются костюмы, которые ты надеваешь, и они в нужные места тебе дают вибрацию, когда к тебе касаются. Пока вот все эти элементы не будут доведены до какого-то готового формата. все время не будут жить. Но вы знаете, уже в соцсети, как говорится, у нас, так как там самое большое количество все-таки сейчас денег, и они уже, вот касательно зрачком, это уже вводится. То есть очень скоро мы будем входить в соцсети через виртуальные очки, и то есть уже ты глазом будешь руководить, что смотреть и куда. То есть уже без тачпэдов будет это. Это объективная просто реальность, что у Apple у него своя стратегия, но вот у Facebook, что и у Google, это две основные компании, которые инвестировали в виртуальную реальность, в рынок виртуальной реальности. Я видел прямо вот происходящий на щелчок ситуации, когда маленькие группы разработчиков, даже там в России, в СНГ, и в особенности в азиатских странах придумывали технологию с теми же самыми зрачками на уровне прототипа, выкупают просто с потрохами, и на годы уходят. Я уже очень много прототипов видел. Как скоро, как вы думаете, Володя, у вас в медиатеке уже будет зал виртуальной реальности, и мы уже будем выбирать и смотреть, как бы входить? Я думаю, что с VR здесь это должно быть вопрос о доступности этой технологии большому числу людей. То есть, пока что, это все-таки там самый яркий, наверное, пример VR для PlayStation игр, и это дорого, и не все, ну, как бы, тебе нужен PlayStation, потом тебе нужно купить этот VR, тебе нужно купить еще игры, да, как бы, и понятно, если… Но очень стремительно экономика удешевляется. Сейчас уже без PlayStation только очки покупаются. Понятно, понятно, я просто к тому, что раньше, когда компьютеры только появлялись, они тоже стоили бешеных денег, и были ни у кого, только там в каких-то научных центрах стояли эти огромные машины, да, вопрос того, когда это станет дешево и доступно, и когда какой-нибудь Китай начнет производить эти за 100 рублей, такие же… Уже, уже, уже целые залы просмотровые. Я в Шанхае был на огромной ферме, где все сидят, и уже это активно развивается. Хорошо. Ну, мы уже по времени активны, я поэтому хотел бы выйти на какую-то точку выхода и резюмировать, и, соответственно, попросить вас сказать свое мнение, ответить на главный вопрос все же сегодняшнего, как бы, нашей панели, хотя, насколько он главный, непонятно. есть ли это противостояние, нет ли его, по вашему мнению, и какова органика совмещения, хотя мы уже сегодня пытались ответить на этот вопрос, и, наверное, многие даже впрямую высказались по этому поводу, но все же, есть ли это противостояние или нет, и каково ближайшее будущее этого противостояния? Георгий. Да, я вернусь в традиционную кинотему, с которой я очень много сталкивался по плоскости московского кинофестиваля. На самом деле, это черное зеркало вот всех онлайн VOD платформ, оно начинает поглощать само себя, потому что с тем же HBO, с тем же Netflix, проблема покупкой ими после первой премьеры на фестивале отличного фильма, который после этого будет недоступен для всех остальных фестивалей, она для нас существует, для всех, кто занимается организацией кинособытий. Мы не можем получить себе самые яркие фильмы, а наша аудитория, которая потом могла бы посмотреть его о медиатеке или еще где-то, никогда не узнает об этом фильме, потому что мы, как фестиваль, не сделали ему бесплатный пиар, не распространили информацию, не распространили отзывы, потому что так построена система, и Netflix выкупает все права, и мы как бы вот, и сами себя, они и губят. У них как бы есть этот фильм, не все права, вы имеете ввиду сейчас их оригинальные, вот у нас есть фильм «Довлатов», который куплен Netflix'ом, и в данном случае вы имели возможность его посмотреть в прокате, да, это вы сейчас говорите конкретный пример «Огджа», и сейчас новые проекты, которые они запускают, но вот в этом и есть кейс того, что фестивали, поэтому борются с ними. Я могу сказать, что, во-первых, Netflix довольно гибкий, ребята, где-то гибкий, где-то не гибкий, во-вторых, по, ну вот как ты говоришь, но я по нашему опыту знаю, что они достаточно, достаточно внимательно там готовят релиз условно-в англоязычном пространстве, и для них очень важен, как бы, для них очень важен какой-то фестивальный поинт, для них там важен там старт в Америке, там первые показы в Америке, и так далее, поэтому, но я могу сказать, что это везде так, все непросто, поэтому это не то, что я пытаюсь там кого-то защитить, но я вижу, я вижу, что как бы в нашем случае, в нашем случае, вот на сегодняшний день, в общем, я вижу как бы правильную там активность Netflix, просто он выбирает площадки, которые важны, это тоже, а это уже вопрос, как площадка себя раскрутит, прошу прощения. По поводу Netflix, на самом деле, это, ну просто вопрос в том, что это все-таки американская площадка, поэтому они смотрят на все, на это со своей колокольни, и, ну, то есть очень часто, ну вот у нас там за там почти 10 лет фестивальной истории, мы показывали буквально пару фильмов, и это всегда было, собственно, вопреки, а не благодаря, ну и только потому, потому что там, ну, то есть, условно говоря, я лично знал там продюсеров или режиссеров, которые оказывали неимоверное давление на Netflix, у которого просто, ну, несмотря на то, что гигантская корпорация, нету, условно говоря, отдела, у которого в этом занимался, и у них нету в этом нужды, потому что для них там, ну, вот потому что касается документального кино, например, главная вообще задача по состоянию на сейчас, это пушить фильмы на оскаровские номинации, да, как бы это вот то, где они, ну, действительно делаются заметными, это то, куда они вкладывают помимо производства миллионы долларов, и это, ну, то есть их как бы такая главная стратегия, и в этом смысле все остальное, там, включая фестивали, там, не знаю, в России, в Турции, в Китае, ну, то есть вот помимо там, каких-то там, не знаю, пяти фестивалей, Канны, Венеция, Берлин, да, это все для них, ну, как бы, ну, неинтересно. Нет, главная все-таки стратегия это собственный контент, и мне кажется, это такой локомотив, который сносит все, а потом уже за этим немножко следуют и номинации, и так далее. Хорошо, Майя. Ну, мне кажется, это вопрос урегулирования, действительно, что касается Нетфликса. Эти проблемы действительно существуют, и нам, как небольшому фестивалю, как небольшой площадке, получить фильмы Нетфликса не удается вообще. Например, там был замечательный фильм Китти Грин, которая была готова приехать в Россию, ее приезд были готовы оплатить, но Нетфликс просто не дал разрешения на показ ее картины, при том, что она гремела на всех важных фестивалях, и было бы здорово показать ее здесь, но, опять же, как говорит Гоша, просто потому, что не было фестивальной и не было оффлайн-премьеры, об этом фильме даже никто не узнал. Но, что касается... Ну, я хочу сказать, что вообще территориальная зависимость очень сильна. Сейчас, вообще, если вы посмотрите на Толуриде, или когда Монреале фильмы, очень четко сразу Америка и Канада забивают, поэтому это еще принадлежность к стране, потому что, если бы это был фильм европейский, была бы немножко другая история. Ну, это и был как раз европейско-американский фильм, на самом деле. Ну, американский продюсер. Но все-таки на Нетфликс существует огромное давление, я, например, как раз была в Каннах на показе Окче, и есть история, связанная с тем, что если Нетфликс покупает права, то команда не имеет возможности взаимодействовать с технической группой, Каннского кинофестиваля, и произошло так, что проекцию запустили неправильно, и начинался просто невероятный скандал на 20 минут, и в итоге каннских технических директоров заставили перезапустить показ, и устроили невероятную публичную порку, и в итоге все пошло правильно. Вот, но что касается меньших, компаний меньшего размера, ну, вот, например, если говорить о платформах типа Иви, Ока, или даже нашей истории, то мне кажется, это просто действительно вопрос урегулирования, потому что сами эти площадки заинтересованы в объемном промо этих картин, проходящем сначала оффлайн, то есть и в кинотеатральных, и репертуарных показах, и в участии в кинофестивалях, и объемной прессе, соответственно, все просто договариваются о том, что до определенного срока, до того момента, как все возможные кинотеатральные зрители не отсмотрят эту картину, она не попадает в сеть, ну, а дальше уже подступают региональные зрители, и так далее, и тому подобное. Светлана Володя, у вас там прекрасное соседство, черного-голубого экрана. Расскажите, есть ли это противостояние, и ваши прогнозы. Я думаю, на наш век кинотеатров хватит, и мы не доживем до того момента. МОЗ-кино точно. Я думаю, что если в американской индустрии прочат смерть кинотеатров через 10-15 лет, то до России этот дойдет еще позже, но на самом деле я не верю в смерть кинотеатра, возможно, в сокращение какого-то такого потокового контента, то есть как раз эксклюзивность контента для кинотеатров, создание, возможно, в сокращениях и так далее, но это все равно перспектив далекого будущего, хотя, безусловно, онлайн сервисы, они часть аудитории забирают, и более того, у нас часто нет этого лага в 90 дней, часто фильмы выходят раньше, прям сразу с проката, иногда даже не попадая в прокат, такое часто случается. Дорого, потому что прокатывать стало для многих фильмов. тем не менее, я верю, что пока и на то направление, на другое аудитории достаточно, и у нас еще есть и у тех, и у других достаточно большое количество неохваченной аудитории кинопросмотром ни в кинотеатрах, ни в онлайн, а вот той аудитории, которая как раз смотрит бесплатный контент в ВКонтакте. Я верю в Музкино. Володя, у меня к вам уточняющий вопрос. Вы все же отнимаете в большей степени у голубого экрана телевизионного. А есть ли у вас статистика просмотров, с каких носителей смотрят сериалы ваши самые рейтинговые? То есть, что смотрит все-таки с компьютера и у вас, потому что есть элементы регистрации, и я знаю, что на iPad у меня зарегистрировано, допустим. То есть, есть статистика и что смотрит с телевизионных экранов? Ну, в смысле, там нет такого, что с какого-то носителя смотрят, то есть, по носителям, в принципе, статистика одинаковая. Контент один и тот же смотрит тебе, где удобно, ты начал смотреть там вечером на большом экране, потом продолжил в дороге с свой айфона, потому что… Но сколько вот, например, то есть через Apple TV или какие-то технические вещи смотрят на большом экране, а сколько смотрят на маленьких экранах? Есть? Примерно пополам. Пополам? Да. Большой телевизор и компьютер 50% и мобильный, лэптопы, айпэды, айфоны тоже половина. Мне кажется, в плане к вопросу борьбы и противостояния, его как бы на самом деле… Это не то, что противостояние, а развитие всего рынка, потому что на самом деле стриминговые сервисы сейчас появляются у тех же самых производителей контента. Да, Disney сейчас объявил о том, что он сделает свой онлайн-кинотеатр, и как бы они же и прокатывают свои фильмы, да, и им же будет интересно, чтобы сначала, наверное, им прокатать в собственно оффлайне, потом показать в онлайне. Они просто будут делить эти, ну, по-разному свой контент. Конкуренция растет. Мне кажется, всем надо бояться Амазона, но неважно. Ну да, ну как бы просто идет передел, так сейчас такой глобальный передел рынка, потому что и Facebook запустил свой стриминговый сервис Facebook Watch, и все вкладываются в производство контента и пытаются как бы оторвать кусок от этой большой-большой, большого денежного мешка, но эти оффлайн кинотеатры, да, традиционные кинотеатры, это все-таки такая сильная культура, привычное потребление, и она в ближайшие, мне кажется, там пару десятков лет точно никуда не денется. Оптимистично пару десятков дали. Алексей, как вам кажется, сколько нам еще ходить в кинотеатры, и какова история, какова будет перспектива этого противостояния, ваше мнение на это? Ну, в кинотеатры мы будем ходить в каких-то видах всегда, я думаю, что даже если все уйдет в виртуальную реальность, то все равно в этой виртуальной реальности премьеры будут не индивидуальные, а групповые какие-то, потому что я повторяю, что социальный аспект коллективного просмотра не уйдет никогда. Вот. Поэтому я думаю, что здесь все будет здесь все будет хорошо. Касательно всех стриминговых историй и того, что и того, что там каждый производитель сейчас будет открывать свою платформу, это, конечно, прекрасно, но даже в Америке я я вижу то, что качественный уровень большое количество платформ не может поддерживать. Он довольно средний, потому что даже у них профессионалы конечные. А у нас, собственно говоря, как я думаю, что проблема будет в том, что если мы займемся производством своего контента, качественного будет мало, потому что у нас не очень хорошо с инфраструктурой и с людьми. Но тем не менее, я смотрю на будущее с радостью и со счастьем, на чем мы хотим завершить. Ну, что, мы выслушали разные точки зрения и, наверное, невозможно за эти полтора часа прийти к какому-то однозначному мнению и наша дискуссия была достаточно легкой и доброй для того, чтобы мы точно тут не сражались и очень часто даже сходились мнения. Я скажу в свою очередь только послушав столь замечательных и интересных спикеров, что действительно на сегодняшний день наверное, нет острого противостояния, наверное, действительно есть органичные переходы и взаимодействие аудитории, но все же вот из того, что я услышал и из того, что я вижу на ближайшее будущее, нас ждет очень сильно низшевое развитие тех или иных оффлайновских историй, потому что контентные низшевые вещи они действительно прогрессируют и вот любые обсуждения, любые тематические вещи и любые аспекты касательно будь то авторского или кинематографа или даже мейнстрима и возвращение тех или иных блокбастеров вдруг на экраны хотя бы уже которые были когда-то на пленке показаны и многое-многое другое и вот как правило сейчас вот эти низшевые истории которые с одной стороны раньше были доступны через фестивали а сейчас через просто сеть вот таких вот событий действительно приводят нас к коллективному просмотру все больше и больше потому что есть по зонам и по интересам что и как хотелось бы собираться поэтому давайте поблагодарим спикера спасибо вам огромное что послушали спасибо огромное Мосурбанфорум за такой интересный разговор спасибо